Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Черта бедности. 400 тысяч жителей региона живут в нищете. Он сказал – поехали! В Саратове запущен процесс объединения политеха и эконома. Трагедия в Усть-Курдюме. Почему следователи боятся назвать точное место гибели полуторагодовалого ребенка? Саратовская область снова в числе отстающих. Нам уже не привыкать плестись в хвосте самых различных федеральных рейтингов. Регион – один из самых вымирающих в стране с одним из самых грязных областных центров. По уровню давления на бизнес мы, правда, в лидерах, но вряд ли таким достижением можно гордиться. Как следствие этого прозябания – катастрофическая ситуация в экономике и нищета. За чертой бедности в Саратовской области живет каждый шестой житель. Если б старость могла, а молодость хотела, а она хочет зарабатывать и жить достойно. На сегодняшний день Саратовская область – это 2 миллиона 440 тысяч 815 человек. Почти 400 тысяч из них живут за чертой бедности. Эти данные публикует Саратовстат. Здесь говорят на языке цифр и объясняют их происхождение. Работники Саратовстата ежеквартально проводят выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств. Обследование подлежит 800 семей Саратовской области в разных районах. Кроме этого, ежегодно проводится выборочное наблюдение доходов населения и участие в социальных программах. Тоже обследование подлежит порядка 900 семей. И вот эти полученные данные затем направляются в Росстат, где на основании официальной статистической методологии происходит распространение этих данных на всю территорию Саратовской области и формируется окончательный результат по уровню бедности. Вот уровень бедности за 2018 год у нас составил 16,1%. К слову сказать, что уровень бедности у нас снижается на протяжении трех лет. Например, по итогам 2016 года он был 17,4%, а по итогам 2017 года 16,8%. Каким образом ведется расчет, знают лишь посвященные. Но обыватель не может не заметить, как одно за другим промышленные предприятия исчезают с карты Саратова. Как говорит директор завода имени Сергея Джаникидзе Дмитрий Ханенко, умирающая промышленность тянет на дно бизнес, а следом тонуты доходы населения. Можно по-разному относиться к методикам получения вот этих индексов и этих статистических данных, но так или иначе тенденция налицо. Конечно, у нас есть крупные промышленные предприятия, крупные субъекты экономической деятельности, которые присутствуют в нашей регионе. И их колебания, их деятельности наносят существенное влияние на получение этих статистических данных. Дальше малый и средний бизнес, который тоже питается от крупных промышленных предприятий. Это и работники, которые там работают, и, собственно, само предприятие, оно что-то потребляет, какие-то услуги транспортные, там, карандаши, бумагу, так сказать, там, питание и так далее. С питанием тоже проблема. Заведения и магазины в центре закрываются быстрее, чем успевают начать работать. Еще недавно большинство подвальных помещений на проспекте Кирова были заняты заведениями общепита. Там не появилась другая форма бизнеса. Они просто исчезли. Как говорят в бизнес-сообществе, заколоченные ставни магазинов – это уже своего рода эпидемия Саратова. Снизилась покупательская способность, зато повысилось давление на бизнес со стороны контролирующих органов. Это тоже идет плюсом к арме к 400 тысячам бедных. Самое важное – это развитие экономики. Это, конечно, развитие предпринимательства. Тем более мы знаем, что молодежь, которую надо окончивать в нашем году, именно в возрасте молодого – люди предприимчивые. Они хотят себя показать. Они хотят открыть свой бизнес. И считаю, что в регионе должны создаваться все условия именно для молодежи, для открытия бизнеса, для того, чтобы им было комфортно. А для того, чтобы им было комфортно – это не только бизнес, это и комфортная среда обитания. То есть должны быть условия, созданные для жизни, для комфортной жизни. И на сегодня мы в этом отстаем. Поэтому считаю, что вот такие вот два-то параметра, которые заставляют нашу молодежь уезжать. И нет поддержки молодежи для их развития. По данным Саратовстата, средняя зарплата в области – 27 тысяч 4 рубля. Это на 6% больше прошлого года. А по Саратову – 36 тысяч 593 рубля. Это на 8% выше прошлого периода. При этом доход зависит от сферы занятости. Одна из самых высоких – это финансовая и страховая деятельность и операции с недвижимостью. Там средняя зарплата сложилась за январь-апрель 2019 года – 43 тысячи 324 рубля. Что касается государственных и муниципальных служащих, средняя зарплата – 29 тысяч 603 рубля. И рост ее составил 3%. Одна из самых крупных отраслей народного хозяйства – это обрабатывающее производство. Зарплата в обрабатывающих производствах – 27 тысяч 651 рубля. В строительные отрасли – 20 тысяч 157 рублей. В сфере торговли – 19 тысяч 651 рубль. И там, и там рост 6% составил. Наименьшая зарплата у нас сложилась в лесном, сельском хозяйстве, рыбоводстве. И несмотря на то, что темпы роста составили 13,5% по сравнению с аналогичным периодом, тем не менее зарплата все еще находится на уровне 17 тысяч 604 рублей. С одной стороны, статистика говорит об увеличении доходов, а полицейские сводки фиксируют рост краж продуктов. Не исключено, что именно бедность доводит людей до крайности. За 6 месяцев 2019 года совершено 226 краж из магазинов, складов и баз. За аналогичный период прошлого года – 192. Таким образом регион получил ряд постоянных величин – бедность, отток населения и поиск способов выживания в текущих условиях. Мы как торгово-промышленная палата тоже понимаем и видим, что сокращается в каких-то областях количество предпринимателей. Мы видим, что в каких-то областях предпринимателей, не желая платить те же самые налоги, которые могли бы государству помочь для того, чтобы какие-то произвести проекты, они уходят в тень. Но нужно учитывать еще один порядок цифр. Число бедных и их процент от общего числа жителей области основан на данных переписи населения от 2010 года. А за 9 лет здесь многое изменилось. Следственные органы расследуют факт гибели ребенка на территории недостроенного гостиничного комплекса в Усть-Курдюме. Инцидент произошел еще 1 июля. Полуторагодовалая девочка утонула в открытом уличном бассейне. Официальная информация о случившемся крайне скудна. Поэтому наша съемочная группа отправилась в Усть-Курдюм, чтобы на месте попытаться разобраться в случившемся. Село Усть-Курдюм. Улица Первомайская. Здесь, насколько мы знаем, недавно несчастный случай произошел. Ребенок в бассейне, там где-то, по-моему, не слышал ничего? Нет, я ничего, только я слух так вот слышал, так мелько, а так я ничего не слышал. Вы не знаете, у кого что? Нет. Эта дорога ведет к элитному загородному комплексу «Волга-Стар». Трагедия произошла на земельном участке по соседству. Да мы вот по поводу несчастного случая с ребенком. Вы, пожалуйста, все комментарии в Следственном комитете. У них есть вся информация. Мы не располагаем никакой информации. Ну это где вы? Это у вас здесь произошло? Все вопросы в Следственном управлении. Мы сюда. Здравствуйте. А в одном? Выходный агент в Требятом поле. С кем-то из руководствий. По поводу. По поводу несчастного случая. Мы не даем какие-то комментарии. Ну это хотя бы здесь где-то принадлежит. Не исчастаем, да. Возди в Северную. А вот это здание, оно вам принадлежит? Ну и не даем никаких комментарий. Нам, нам. Вот эта железная лестница и ведет на соседнюю землю. Отсюда из-за забора хорошо видно трехэтажное здание. С тыльной стороны понятно, что работы еще не завершены. Под окнами валяется строительный мусор. Еще не все этажи оснащены кондиционерами. А вот и открытый проход на территорию. Участок по соседству частный. По данным публичной кадастровой карты, Первомайская 27, назначение земли для ведения личного подсобного хозяйства. Кстати, такой же статус и у участка, где возводится трехэтажный дом. Если подняться в воздух, можно подробно рассмотреть, как это личное подсобное хозяйство устроено. Вот, собственно, сам дом, а вот и бассейн, где произошла трагедия. Судя по лежакам по периметру, объект функционирует. А вот и лестница, которая соединяет личное подсобное хозяйство с территорией Волги Стар. Такое тесное и теплое соседство объясняется просто. Владелец земли с бассейном – предприниматель Андрей Алешин, супруг бывшего главного федерального инспектора Марины Алешиной. Волга Стар – часть семейного бизнеса. Как следует из имеющихся в редакции документов, на участке, где случилась трагедия, планировалось строительство индивидуального жилого или садового домов. Что в итоге получилось, судить не нам, но на садовый домик это мало похоже. Да и следственные органы говорят о гостиничном комплексе. Следственным отделом по городу Саратов, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту гибели малолетней девочки в селе Усть-Курдиума Саратовского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренному частью 1 ст. 109 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. По версии следствия, 1 июля 2019 года в период времени с 9 часов 30 минут до 9 часов 40 минут полуторагодовала девочка находилась на преддомовом участке частного домовладения в селе Усть-Курдиума Саратовского района, где проживала вместе с родителями. Внезапно мать девочки обнаружила, что та исчезла из виду и бросилась на поиски дочери. В ходе поисков малышка была обнаружена в бассейне с водой на территории, не введенного в эксплуатацию, огороженного гостиничного комплекса. Прибывшая на место бригадской медицинской помощи доставила ребенка в лечебное учреждение, однако спасти девочку не удалось. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти ребенка стало утопление в воде. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, произошедшего в расследовании уголовное дело продолжается. Подробности начавшегося расследования пока не сообщают, как не звучит в официальных речах и точное место, где произошла трагедия. Неужели магия имени владельцев так пугает людей в погонах? А вот в Волге Стар не стесняются. Открытие злополучного уличного бассейна с видом на Волгу анонсируется прямо на главной странице сайта загородного комплекса. Прояснить ситуацию пытаются и наши коллеги из информагентства «Взгляд.Инфо». Редакция направила официальный запрос в областную прокуратуру. Среди прочего, ведомство Сергея Филипенко просит проверить, соответствуют ли возведенные на территории Волги Стар и соседней земле объекты недвижимости в виду разрешенного использования земельных участков. Еще раз обратим внимание на тот факт, что земля с бассейном и трехэтажным зданием официально проходит как для ведения личного подсобного хозяйства. Он сказал «Поехали!». В Саратове запущен процесс объединения двух старейших вузов Государственного технического университета имени Гагарина и Социально-экономического института. И Политеха, и Эконом образовались в начале 30-х годов прошлого столетия. Оба прошли большой путь. СГТУ в 90-е получил статус технического университета. Эконом в те же времена успел побывать и академией, и университетом. СГТУ два года назад вошел в число опорных вузов страны. И вот теперь готовится поглотить филиал Плешки. Кстати, число региональных подразделений столичного вуза стремительно сокращается. Этот процесс был запущен еще пять лет назад, когда под сокращение попали филиалы в Балашове, Костроме и в Московской области. Сейчас у вуза осталось всего 22 филиала, а когда-то их было около 60. Вы знаете, что-то вы поступаете в эконом, а будете учиться в политехе. Знаю. Слышали? Вас это не смущает? Нет. Честно говоря. Нет. Я знаю, что это не московский диплом. Мне это не смущает. Я уже поступил как два года назад в институт, то что у меня будет диплом и экономического института. Мне так-то без разницы. И так в экономе без всех политехов нормально. А как еще студенты эту новость восприняли? 50 на 50. Кто-то кому-то все равно, кто-то там даже рад был, кому-то, ну, кто-то, естественно, против был. То, что терять там московский диплом и прочее. В ответах студентов саратовского эконома пока неопределенность, но больше все-таки оптимизма, свойственного молодым. Тем, кто уже учится, пообещали выдать московские дипломы. Абитуриенты мечтают просто поступить. С профессорско-преподавательским составом сложнее. Оба университета – старейшее учебное заведение страны, с многолетними традициями и целыми династиями известных в стране ученых. А потому вопросов много. Начиная от глобальных «Кому это нужно?» и заканчивая беспокойством по поводу слияния дублирующих кафедр и специальностей. Хотя, по мнению завкафедры дизайна архитектурной среды Технического университета Виталия Кудрявцева, подобные процессы укропнения уже не раз происходили в вузах России. Для этого несколько причин есть. Это первая причина – оптимизация. А вторая причина – это, ну, она может обусловлена тем, что ликвидируются филиалы, филиалы московских вузов. Самое главное, что в процессе этой структурной реорганизации не страдали преподаватели ни того, ни другого вуза. И в результате мы получили, наоборот, бы вот такой эффект, синергетический эффект, который бы, наоборот, способствовал бы лучшему развитию. В дальнейшем это будет просто зависеть от системы управления и той среды, которая будет создана вот в этом укрупненном таком учебном заведении. Вопрос о готовности Технического университета к объединению с экономом стал главным на внеочередном заседании ученого совета, который прошел 3 июля в Политехе. Президент Технического университета Дмитрий Аяцков подтвердил в телефонном разговоре, что важно учесть интересы преподавателей и студентов крупнейшего экономического вуза Саратова и заверил, что при слиянии объединения студенты эконома будут зачислены в Технический университет в порядке перевода с сохранением формы и условий обучения, а сотрудникам экономического университета будут сохранены рабочие места в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Это делается для того, чтобы у Технического университета имени Гагарина была возможность попасть в топ-100 ведущих вузов России. Я думаю, что это реальный шанс. В прошлой консультации прошло заседание ученого совета, в общем-то возражений у кого не было, решения приняты. Конечно, это потребует времени. А сколько времени на это понадобится? Согласно утвержденного плана, я думаю, что потребуется больше года. О том, что объединение двух крупнейших вузов Саратова процесс непростой, местами нервный и эмоциональный, рассказал нам и заместитель председателя правительства Саратовской области Сергей Наумов. Наш собеседник подтвердил, что при объединении необходимо учитывать все риски, отвечать на вопросы, встречаться, беседовать с коллективом старейшего экономического вуза, чтобы объединение прошло без потерь. На сегодняшний день финансово-банковская школа эконома – это не местечковое явление. Это явление федерального, общероссийского, а я бы даже сказал, мирового уровня. Потому что ученые, поверьте мне, я слышал отзывы и видел, как их встречают в Москве на различных статусных мероприятиях, видел, как относятся к их печатной продукции, к их научным разработкам. Это серьезная школа. Для нас имена Андрющенко, Атаяна – это слава политеха, это гордость политеха. А имена того же Ивана Михайловича Германа, Галины Григорьевны Коробовой, профессора Степаненко, профессора Гвоздевой – это имена и слава эконома. Тут необходимо как раз очень осторожно, точечно, в каких-то случаях точечно решать эти вопросы по объединению двух коллективов. Студенты – это молодежь, но это драйвер сегодня. И, конечно, нам необходимо, чтобы оба студенческих коллектива как можно быстрее смогли познакомиться друг с другом. И от этого знакомства у нас, в хорошем смысле этого слова, должно получиться тоже такой серьезный шаг для промышленности, в Саратской области, для научного сообщества. Вот это шанс. Я думаю, это синергия мощнейшая. Вот как ей распорядиться, вот это очень важно. Тем временем директор Центра по работе с регионами Московской Плехановки Алексей Степанов в телефонном разговоре заметил, что инициатива объединения двух крупнейших вузов Саратова исходила от губернатора области Валерия Радаева. И область заинтересована в объединении научных потенциалов, технического и экономического университетов. Цели ликвидировать филиалы, подчеркнул Алексей Степанов, у московского вуза нет. У нас такой тенденции или принятой политики по массовому закрытию филиалов нет. Мы стараемся развивать те образовательные организации, которые являются нашими филиалами, расположены в регионах. Что касается рисков. У нас есть 957 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, который регламентирует при реализации подобных проектов обеспечения гарантий условия и формы обучения студентов, которые обучаются в организации, которая подвергается объединению. А также, безусловно, в данном приказе предусмотрены формы документов, которые позволяют гарантировать права работников. Поэтому каких-то проблем или рисков связанных с тем, что кто-то из студентов куда-то не переведется или что-то еще будет с студентами, нет. А что студенты технического университета? У них после сессии в самом разгаре практика. Объединение вузов их не пугает. Кому-то это даст новое общение, толчок к развитию и возможность окончательно определиться с профессией. Вы слышали, что в течение года к вам должен присоединиться экономический университет? Это плюс вам или нет? Наверное, больше плюс, как институт развивается. Думаю, будет интересно. Мне кажется, студенты экономы не очень рады этому. А вы? Не без разницы. Мне кажется, чем больше народа, в принципе, тем лучше. Значит, мы больше становимся, нас больше становимся. Мне лично, ну, молодцы, будем одной большой семьей. Это отличная новость для нашего университета, потому что это новые знакомства, больше общения. И ребята, я думаю, отлично вольются в наш коллектив. И мы сделаем максимум для того, чтобы, так сказать... Им было комфортно. Им было комфортно, да. И они перестроились наиболее быстро, и им было здесь приятно. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова